тема сегодняшнего семинара как наладить работу как быстро стартануть бизнесе и чтобы за шесть каталогов стать директором в oriflame и так приступим ребят кто такой директор напишите как вы понимаете кто такой директор в oriflame и вообще престижно ли это как вы считаете вот если вы станете директором вот как это будет представьте только вас спрашивают а кем ты работаешь часто же да бывает знакомишься с человеком там или встретил старых знакомых или одноклассники одногруппники а кем ты работаешь а вы говорите я директор где я директор в oriflame статусная ребят запись делаем ирина не переживайте делаем статусно согласитесь вот кто такой директор для вас как вы понимаете вот я директор в oriflame что это круто статусно престижно зарплата да хорошая то есть от 30 тысяч рублей зарплата уже поездки на банкет директоров уже на конференции до конференции менеджеров уже доступны подарки крутые премия 1000 долларов премия у директора да сейчас директора еще получают экспресс директора еще дополнительно 70 тысяч то есть ну вообще участие в автопрограмме то есть можно автомобиль взять да компания будет каждый месяц дополнительно платить деньги совершенно другое качество образ жизни да у директора потому что уже вы себе принадлежите себе полностью то есть вы полностью планируете день время увлечения чем занимаетесь вы знаете вот реально мы сейчас вот с мишей вот живем я не знаю вот насколько это кайфово я вам передать не могу вот миша работал раньше в полиции и я одна да было в проекте я одна наслаждалась с этими вот радостью что я там свободно передвигаюсь куда хочу но не было кайфа от того что я не могу просто там сесть и уехать потому что ну как же миша дома останется а я уеду нет отпуск раз в год был и то знаете туда дали потом говорят нет передумали некому работать вот у нас такая была ситуация а сейчас мы вместе то есть поехали поехали а давай вот это давай а помчали туда помчали доют себе вот это устроим праздник давай то есть мы вот все время вместе мы планируем вместе двигаемся ребят на это это круто я вам передать не могу настолько это вот по сравнению с той жизнью которая была раньше да когда мы работали по найму я работала раньше когда миша работают вообще от был просто вот и сейчас вот вы просто должны представить что вам это доступно. Вы, вот все вы здесь, кто в чате, да, ребят, скажите, у всех есть голова, два глаза, два уха, ну, может быть, там, кто-то хуже видит, да, кто-то лучше. Две руки, две ноги, да, туловище. Вот вы знаете, что в компании Reflame, вот я была, когда на конференции в Египте, туда привозили девушку с Украины на инвалидной коляске. У неё ДЦП, то есть она толком не говорит, она не может ходить, с ней был спутник, который, да, за ней ухаживает, возит её, да, и она прилетела на конференцию в Египет, то есть это минимум уровень 15%. И если она это смогла, сейчас, подождите секунду, мне пора, что-то сбросится. Пойдём. Как же я без котёнка веду этот тренинг, вы что? То есть и она приехала в Египет. А посмотрите, сколько людей, инвалидов, да, сидят, живут на пенсию, ведут нищенское такое существование. Они же тоже могут, да, а люди здоровые, полноценные, да, грех, да, грех не сделать. Просто, да, нужно разобраться, что нужно для этого сделать, что получает директор. Вы должны это всё понимать, чтобы у вас было всё чётко, прямо прописано, какие вы получите выгоды. Ну, кто такой директор? Ребят, в принципе, это человек, который организовал товарооборотом 200 тысяч. По-простому. Вот ты и директор, да, ты управляешь своей командой, у тебя есть организация, в которой есть ключевые партнёры, продавцы, потребители, да, молчуные там разные. То есть вы организовали товарооборот 7500 баллов. Всё. Вот запишите себе цель. Чтобы стать директором, нужно просто организовать товарооборот. Всего 7500 баллов. Как вы это будете делать? Да, с какой командой? Естественно, что заработок у вас начинается сразу. Как только вот первый товарооборот у вас получился, 6000 рублей, очень часто такой вопрос задают, а что же я деньги через полгода только получу? Да нет, конечно. Вот 6000 рублей товарооборот сделали, уже 200 рублей зарплата. Делали товарооборот 72 тысячи, уже 4000 зарплата. Сделали товарооборот 200, там 230, уже 22 тысячи. Это, ребят, за 3 недели. Вот по нарастающей. Товарооборот подрос, вы перешли на новую ступеньку, вам уже другую совершенно денежку платят. Надо следить за этими вот, да, баллами, чтобы отслеживать. Если вам чуть-чуть не хватает до какого-то уровня, то значит надо поднажать, с регистрациями поднажать, с людьми поработать, с командой там поактивнее, чтобы они понимали, да, выгоды свои, преимущества, и раз пришли, зарабатывали, чтобы. То есть, да, потихонечку идет такой рост. Вот. И чтобы стать директором, нужно сделать простые действия. Первое. Надо несколько раз посмотреть видео Ирины Волковой, чтобы у вас вот все записалось на подкорку. Суть, преимущества, выгоды, как работать с возражениями, чтобы вы поняли вообще, почему Арифлейм – это лучший выбор. Потому что компаний, в принципе, много. Есть изумительные компании. Согласитесь, их на рынке много. Есть очень хорошие. Есть не очень хорошие, а есть прям классные. Но надо выбрать самую лучшую. И самое лучшее – это, естественно, Арифлейм. Надо пройти вводный инструктаж. Кто проходил вводный инструктаж, поставьте плюсики. А кто не проходил, поставьте минус. То есть, вводный инструктаж обязателен, чтобы вникнуть в систему. Некоторые говорят, очень много информации, я ничего не запомнила. Нормально, ребят, повторение, мать, учение. Еще раз надо повторить. И еще, и еще. Вот в школу вы приходите, когда учиться. Вспомните, первый класс вам 500 раз повторяли. 1 плюс 1 равно 2. И вас потом спрашивают, 1 плюс 1 сколько? Кто-то говорил 3, кто-то говорил 1. Но потом все начали говорить, да, 2 выучили. Писать учились. Сколько? Что, вы сели и сразу стали прям предложение писать? Нет, конечно. Вы сначала, чтобы эту букву А написать, вы сначала учились этот овальчик писать. Отдельно крючок писали. Сколько дней, сколько вы строчек исписали в тетрадке, чтобы этот крючок получился именно такой красивый. Вспомнили? Вы согласитесь, да? Но не можете сразу. Поэтому вводный инструктаж. Мы его проводим. Даже если человек не все усвоил, не все запомнил, ничего страшного, вы ему потом опять повторяете, для чего нужен активационный заказ, для чего нужно стартовую программу пройти, что она есть. Человек может посмотреть первый раз вводник, и после него вы спросите, ты будешь в стартовой программе участвовать? А он вам скажет, а это что? Это нормально. Ребята, это нормально. Поэтому несколько раз повторяем, что такое стартовая программа, скидываем ролик, вот эту картинку отправляем еще раз в личку. Напоминаем, что человек может в ней участвовать. Следующий шаг. Нужно пройти бизнес-школу. Там всего шесть уроков. Они несложные. Они доступные для понимания любому человеку. Ребята, кто прошел бизнес-школу? Ну вот кто вводный инструктаж не прошел, отметили те, кто давно регистрировались. Мы тогда не проводили в таком виде вводный инструктаж, но все равно созванивались, объясняли первые шаги. Сейчас мы уже четко. Шесть уроков нужно пройти. Для чего? Чтобы понять, как двигаться. Часто такое бывает. Человек смотрит первый урок и говорит, ничего не понял, зачем-то странички надо создавать. То есть начинает задавать вопросы. Я говорю, ребят, вот смотрите, вы пришли учиться. Ну, вы хотите в первый день уже знать, что будет в шестом. А зачем? У вас же будет каша. Ну вот вам сказали сделать две странички. Сядьте их, сделайте. Это ваше задание на сегодня. Другого нет задания. Сегодня надо две странички, две фотки на них добавить и добавить 50 подписчиков. Зачем вам знать, что дальше? У вас сейчас вот голова лопнет просто. Вы должны знать, что дальше будет всё хорошо. Вот вы делаете, и у вас всё получится. Следующий шаг. Нужно прочитать обязательно книгу «Десять уроков на салфетках» или «Бизнес-трафарет». Они и та, и та очень хороши. Ну, просто «Десять уроков на салфетках» это вот, ну, как её называют, «Библия сетевика». Это книга, которая нужна для понимания, для осознания. «Бизнес-трафарет» он попроще, попонятнее. Он на русском языке написан. То есть, если ты Дон Файл описал, да, для американцев, перевели, она для нас чуть-чуть непонятная. Мы чуть-чуть по-другому мыслим. Чуть-чуть. В принципе-то всё понятно. А «Бизнес-трафарет» вообще шикарная вещь. Просто на одном дыхании читается. И вам нужно каждый день читать рекомендованную литературу. Вот у вас шестой день, вы когда получаете, да, там есть книги, которые нужно читать. Вот вы их подряд, одну за другой, все должны прочитать. А некоторые книги два-три раза, да, с карандашом желательно. Не просто по компьютеру, а желательно с карандашом. Если вы её читаете по компьютеру, значит, в тетрадку выписываете какие-то умные мысли. Сценографируйте себе что-то важное, потому что если вы не читаете каждый день, что произойдёт? Вы не развиваетесь. Если вы читаете каждый день, то вы развиваетесь, вы прокачиваете. У нас есть такое выражение «прокачать мозг». Некоторые говорят, а что это такое? Ну вот читай, смотри видео правильные, которые, да, не просто сериалы, а видео, которые развивают мозги. Я же ведь тоже, ребят, пришла в сетевой маркетинг, я такой не была, как сейчас. Я была вообще совсем другая. Недавно меня нашла одноклассница, мы с ней общались в последний раз в восьмом классе. Вот я закончила восьмой класс, уехала из деревни, и мы больше с ней не виделись, ни разу. И вот нам сейчас по 42 года, да, мы встретились. Представляете, с какой период времени прошёл. И она меня увидела, пообщалась, посмотрела мои фотки, мы с ней там встретились, созвонились, потом виделись несколько раз. она мне говорит, Лиля, это неужели так возможно, чтобы так мог человек измениться? В принципе, восьмой класс, это взрослый человек, 16 лет уже, да, она говорит, какая-то была тихенькая, скромненькая, да, ниже травы, тише воды. Вот, но, как говорит, сетевой маркетинг, если в него, вот, войти, как войти, вот, со всей душой, без остатка, вот я здесь на 100%, вот, ребят, когда вы войдёте в него и впустите его в свой дом, в свою жизнь, сетевой маркетинг, вы просолитесь, да, читать, смотреть, задавать вопросы, это супер просто, вы изменитесь, потому что, поменяв мышление, вы измените всё вообще, поменяется окружение, обстановка в доме, гардероб поменяется, вы станете по-другому вообще, смотреть на мир, на вещи, вы будете реагировать по-другому, вы станете более позитивны, даже если вы и так позитивный человек, вы станете ещё позитивнее в 100 раз, да, вот, это нужно чтением, ребят, не хотите читать, не читайте, но вы понимаете, да, что вы будете оставаться на этой ступеньке, если вы хотите подниматься, то надо расширяться, изучите техники работы с возражениями, а как без них, возражения постоянно будут поступать, если вы не умеете с ними работать, то вы будете постоянно, да, вот, париться, переживать, у вас будут сорваться регистрации, да, а что такое возражения? Это скрытая форма вопроса, это скрытая форма заинтересованности, человек говорит, да, мне интересно, ну скажи, почему, почему с тобой, почему в твоём проекте я должен работать, понимаете? ну вот это нужно сделать, книга Александра Бухтиярова, как она называется, техники, да, методы работы с возражениями, по-моему, кто читает эту книгу, у меня она есть, такая, купленная книга, её можно в интернете почитать, да, Бухтияров, самое главное, это просто мега, посмотрите ролик Ирины Волковой, как работать с возражениями, она у нас есть, в обучении мы добавили и книгу, и ролики, чтобы вы изучали, далее, изучайте шаблоны переписок, вот мы вам дали шаблоны, вы их все прочитайте, примерьте на себя, да, может быть там что-то поменять надо, да, я из каких-то шаблончиков беру только кусочек, остальное сама дописываю, по ситуации, да, очень приветствуйте, когда вы сами общаетесь, от себя, но вам нужно шаблончики почитать, чтобы примерно знать, как, в каком направлении вести переписку, чтобы человек говорил вам да, чтобы он говорил, да, мне интересно, да, я хочу попробовать, да, давай ссылку свою реферальную, я готов регистрироваться, то есть вы изучаете вот эти все аспекты и налаживаете свою систему рекрутирования, ребят, здесь есть что-то страшное, сложное, непостижимое, нету, все просто, здесь нет никаких таблиц Менделеева, которых надо изучать, синусов, косинусов, которые, ну, нереально сложно, да, воспринимаются, все просто, все, в принципе, по-человечески, и вам вот это все, вот то, что вот здесь вот, да, мы рекомендуем, это все вам поможет в обычной жизни, вот реально вам говорят, что это все вам поможет, наладить потрясающие отношения с окружающими людьми, восстановить отношения, или избавиться от них, да, или сделать отношения продуктивными, интересными, поэтому это вот все нужно разобрать, итак, далее, вы выбираете методы работы, создаете аккаунты, их должно быть у вас в ассортименте, с запасом, 10-20 штук, контакт, одноклассники, инстаграм, то есть, например, взяли контакт, 10 страничек надо, потому что 5 вы сегодня обрабатываете, завтра они эти 5 отдыхают, следующие 5 вы обрабатываете завтра, чтобы не было простоя, поэтому такое количество, некоторые говорят, а зачем, а как ты будешь план делать, как ты наладишь поток, если у тебя нет инструментов, вот ты сел, у тебя есть 2 часа на рекрутинг, а у тебя одна страничка, ты ее обработала за 20 минут, а дальше что делать будешь? Ничего, ничего. А вот ты, Свет, находишь какие интересные ролики по техникам работы с возражениями? Ты нам в чат скидываешь, ну делись со всеми, потому что действительно очень много людей, которые дают очень качественный материал, разжевывают, и ты понимаешь, как отработать возражения. Вот, смотрите, что дальше делать? Вы смотрите видео, вы сначала, прежде чем вы кинулись рекрутировать с контакта, вы сначала изучите, а как там работать, чтобы не банили, чтобы люди реагировали, чтобы они отвечали, чтобы пошел поток откликов, запишите себе цифру. Вот, если у вас в день приходят 20-25, то есть 20-25 откликов, в каком виде? То есть люди вам в статусе пишут, плюсики, пятерочки, восьмерочки, ну, запрос какой вы делаете, или они вам в комментариях пишут, или они вам в личку пишут, там, привет, мне интересно, расскажи, чем ты занимаешься. То есть 20-25 человек в день, вот со всех страничек, в совокупности должно сказать вам «да». Да, мне интересно. Вот если вы этот поток откликов создадите, то из них у вас будет одна-две регистрации каждый день. Одна-две. Одна-две, даже три. То есть поток. Потом, что важно, вы когда с человеком переписываетесь, вы же должны, да, ну, не то, что он вам сказал, он замолчал, и всё, вы должны дальше с ним работать. У нас есть дожималки. То есть мы продолжаем общаться с человеком. Далее, смотрите, первые пять дней у нас модерация идёт во всех аккаунтах, во всех. Мы гости. Мы везде гости, поэтому что нужно делать? Да, нужно выдержать пять дней. Ребят, а пока вы пять дней выдерживаете, вы что же, не будете рекрутировать? Мой любимый метод работы. Тёплый рынок. Тёплый рынок. Ну, это же фантастический метод. Я вчера звоню Екатерине нашей. Не Екатерина, ничего, а да. Все вы её, наверное, знаете. Я её убедила работать с тёплым рынком. Мы разживали, как это всё делать. Начали, настроили работу. Она мне в журнальчик добавляет своих людей, а я им звоню. Я или Миша. Мужчинам звонит Миша, я звоню женщинам. У неё несколько регистраций с тёплого рынка. Ребята, смотрите, она в шестнадцатом каталоге сделала 900 баллов, то есть 9% с командой. В шестнадцатом. Это они закрыли. И мы несколько человек зарегистрировали с тёплого рынка. В семнадцатом каталоге Катя сделала 2400 баллов. Отнимите 900. Полторы тысячи прирост. Как вам? Это тёплый рынок. Там регистрации с холодного рынка даже не было в тот каталог, по-моему. Всё. Она включилась, Катя. Она своим энтузиазмом заразила ещё парочку человек в команде. Они позвали свой тёплый рынок. И в результате у неё новых две уровни 6% разные ветки. Новый уровень 6%. Одна с нуля, одна с трёх процентов на 6, там, ну, почти 700 баллов сделала. Представьте себе. Да, вы пока что, да, вы думаете, о, нет, да вдруг меня пошлю, да что обо мне подумают мои знакомые. Да, реально. Реально это страшно. Вы что думаете, я не боялась идти на тёплый рынок? Ха, ещё как боялась. Тем более у меня все знали, что я в Арифлейм. Вы-то кто пришли только, они же не знают, что вы в Арифлейм. Да, на страничках ни слова про Арифлейм. Вообще всё должно быть тайно, интрига сплошная. Поэтому мотайте на ус, пока вы странички сформируете, пока вы их раскрутите, пока вы наберёте там людей на них. То есть у вас рекрутинг с них пойдёт, может быть, через 2-3 недели. А что вы, 3 недели будете сидеть без команды? Ребят, срочно, списки знакомых пишите, изучайте этот метод, у нас в первом дне в бизнесе, в школе, чётко мы там разобрали, как и что делать. И рекрутируете, пока что, пока холодный мы раскручиваем, вы рекрутируете с тёплого рынка. На страничках, пока не проходит модерацию, ни слова о работе, ни слова. Некоторые, смотрю, сделали страничку, первая запись. Не здрасте, не до свидания. Бизнес, предлагаю, пошли в мою дружную команду. В какую дружную команду? Куда? Кто ты? Ребят, ну не торопитесь, у вас вот за эти 5 дней вы должны показать, какой вы. Ваша семья, ваше увлечение, ваше путешествие, да, где вы бываете. Вы оформляете страничку сначала как личность. Я. Я здесь, самый главный, да, уж это потом бизнес. И после 5 дней, на 6 день вы ставите наконец-то этот статус рабочий, закрепляете его в верхней части, да, чтобы он все время был. И потом добавляете уже в соотношении 30-30-30. То есть 30% вы пишете о себе, о семье, 30% хобби, увлечения, путешествия и 30% о работе. О работе. Да, вы должны продвигать что? Команду, проект, ребят. Вы понимаете, что, когда человек смотрит на вашу, как бы, лысую страничку, у него нет, не складывается впечатление мощи, успеха, там, да, движухи какой-то. А как только вы добавите фотки командные, да, с чеками, там, счастливые, в больных платьях, на банкетах, вообще непонятно, что это за люди, где они так тусятся, почему они так круто живут, да, у человека должен возникнуть стереотип, что вы успешны и вы в каком-то успешном месте работаете. Понятно? Вот когда вы это создадите, это называется брендирование, тогда у вас пойдет отклик от людей с интернета и знакомые ваши начнут отзываться. Следующий шаг, сделать себе заказ. План 150 баллов, ну, к этому можно прийти не сразу, у кого-то сразу получается, у кого-то нет, но ничего сложного нет в том, чтобы выписать себе первым заказ, чтобы получить бумажные каталоги, да, раздать их соседям, знакомым, родственникам, там, на работу отдать мужу, там, сестре дать на работу, то есть, распространить их, чтобы они начали на вас работать. Потому что, да, каталоги сами работают, в принципе, к ним надо только ноги донести до человека, остальной каталог все сделает сам. Вот, далее, делайте заказ и, если вдруг у вас такая ситуация, что вам некому показать каталог, ну, вот вы один в тунде сидите, есть интернет, создаете Е-каталог и отправляете его знакомым и родственникам. Где у нас Е-каталог? Все знают? Кто не знает, где Е-каталог находится? Поставьте минус. А кто знает плюсики? Я что, знаю или не знаю? Плюсики или минусы? Жду обратную связь от вас. Не все знают. Заходите в личный кабинет, открываете раздел поддержка продаж вот этот с помадкой и вот тут вот в посерединке выходит картинка и вот тут внизу написано создать Е-каталог у вас будет написан. У меня просто уже он создан. Вы нажимаете, создаете его и потом эту ссылочку, ее можно взять вот здесь, нажав там на конвертик, берете себе эту ссылочку, можете ее сразу скинуть на продающие странички Facebook, Twitter, ВКонтакте или отправить по электронке кому-то. То есть, да, здесь так. Или вы просто берете эту ссылку и в личку людям скидываетесь текстом. Привет, моя дорогая, родная, любимая. Да, сто лет с тобой не общались, хочу тебя побаловать. Да, я работаю в шведской компании Арифлейм. Скидываю тебе электронный каталог, это мой личный каталог. Выбирай, что тебе нравится, чем хочешь себя побаловать. Для тебя, для любимой, все выпишу в лучшем виде, заодно встретимся. Вот, какая нужна консультация по продукции, я тебе все могу подсказать, рассказать. И скидывайте это Е-каталог. Вы знаете, ребят, вот из 10 Е-каталогов, которые я скинула, у меня 2-3 заказа. Вот это статистика железная, но некоторые позже начинают заказывать, некоторые никогда. Но вот из 10 знакомых, кому я отправила, двое-трое обязательно заказывают. Хотя бы да что-то. Были и крупные заказы, здесь по-разному. Некоторые говорят, о, круто, а я думаю, где бы можно было заказать. Очень удобно. Опять же, вы людям говорите, что я тебе все доставлю, ехать не надо, время тратить тебе не надо, заодно встретимся, хоть увидимся, чайку попьем, а туда встречаемся раз в 100 лет. Ты знаешь, повод встретиться. У меня есть такая клиентка, она очень большие заказы делает, реально выписывает только для того, чтобы со мной встречаться. У нее есть рядом прям консультант на работе, да, она могла бы у нее брать спокойненько, та ей тоже скидку делает, но она берет у меня, потому что я к ней приеду, мы поболтаем, поржем посидим. Да, она говорит, а иначе как тебя ко мне заманить? Я говорю, никак, некогда. Я говорю, а тут совмещаем приятное и полезное. Поэтому, да, ребят, если вам надо, если вы знаете, зачем вам надо сделать 150 баллов, то поверьте, это не проблема. Проблема здесь. Здесь, если вы не хотите их делать, да, вы протест, ваш организм говорит, нет, я не смогу, мне некому, я не хочу. Это просто потому, что вы не управляете пока своим эго и не можете ему отдавать приказы. Я могу, да, я просто, я заставляю, говорю, надо, иди отдай каталог, иди покажи, звони. Да, вот, ну, как бы мне надо, у меня приказ внутренний, да, и все. Поэтому прикажите своему внутреннему, да, там, эго, что надо, все, я решила, как хочешь крутись, нам 150 баллов с тобой надо, поэтому улыбайся, да, и паши. Ребят, есть вопросы на этом этапе, сейчас вам все понятно? Далее, обучение, да, я, конечно, рекомендую прокачиваться, ходить на все семинары, презентации, планерки. У нас с этого года натянулое расписание, со вторника у нас будет презентация вечерняя и в субботу дневная. Да, можно делать совместные покупки в группах, как угодно, ребят, благо есть YouTube, открывается, смотрите, как сделать заказ Арифлейм 150 баллов, как собрать 150 баллов Арифлейм. Миллион роликов, разные спикеры, какой-то вам угодит однозначно, да, какой-то вы скажете, ой, нет-нет, я так точно не смогу, какой-то вы скажете, этот мне вот только чуть-чуть от него возьму, а какой-то вы скажете, о, это идеально мой вариант, я тоже так смогу, я так попробую, по крайней мере, сделать. Учитесь, потому что, да, информация, как говорится, ее никогда не бывает много. Следующий шаг, вам нужна ваш блог и форма регистрации, чтобы, вот, классно, свет, а скинь эту ссылочку, посмотреть всем. Сделайте блог и форму, в школе мы это делаем, да, это вы обязаны сделать, чтобы у вас был свой инструмент. Для чего нужен блог? Ребята, его не надо везде пихать, я вас умоляю, не надо, он у вас должен быть для того, что если вот человек вам говорит, я не могу созвониться, где можно почитать подробности, и вы ему скидываете ссылочку, он читает блог, а в конце кнопочка, там, присоединится к проекту, или жми сюда, заполняй заявку. И вот, он открывает формочку, заполняет заявку, и она попадает к вам, в ваш журнальчик, и вы уже оттуда берете данные, регистрируете человека в веточку, как вам нужно, да, в цепочку. Следующий шаг, что нужно делать с этим блогом и формой, да, ну, вот я вам уже сказала, почитать. Кстати, форму можно скидывать отдельно от блога, вот тоже бывают такие ситуации, когда вот человек сказал, да, я готов. Не надо его отвлекать, можно взять ему просто, сделать и отдельно просто формочку, все, он готов. Так, надеюсь, перекинулась целиком. Да, потом, проверьте, если целиком перекинулась, хорошо, если нет, я вам потом продублирую где-нибудь. Вот, то, чтобы не отвлекать, сказал, да, раз форму, пусть заполняет, а потом подробности. Когда начинаете рекрутировать, внимательно все инструкции смотрите, чтобы максимально со странички все выдавить, да, следуйте инструкциям, не провоцируйте блокировку, потому что не работает, ну, попозже тогда скину. Выполняйте нормы по приглашению, потому что тоже иногда созваниваемся, я говорю, у кого проблемы с регистрациями? Все так, у меня, я говорю, ну-ка, пошли поговорим, ну, созваниваемся в скайпе, я говорю, ну, рассказывай, сколько, где работаешь, Вконтакте, там, в одноклассниках, сколько страниц? Две, две, целых две страницы, ну, крутяк, вообще нет сил, а что ты с них можешь делать? Ты с них, у тебя получается с них получить 20-25 откликов? Нет, а сколько? Пять, три, я говорю, ну, естественно, во-первых, страничка молодая, нераскрученная, не каждый день работаешь, их всего две, да, ты сегодня работаешь, завтра надо отдохнуть, естественно, что ты не сможешь с них наладить поток, поэтому, да, начинаем с начала, да, с начала, ну, поехали в начало, начинаем все с начала, создаем рабочие инструменты, пять дней они проводятся, заходят модерацию, только потом мы с них начинаем работать, а без этого никуда, что мы можем делать, ребят, мы, вот, можем добавлять друзья, опять же, смотря где, в одноклассниках, там, может, 10 человек в день даст, а в контакте 40, да, в инстаграме мы можем тысячу подписок делать с одного аккаунта в день, тысячу человек обратят на нас внимание, мы можем поздравлять с днем рождения, у кого сегодня день рождения, мы можем их поздравлять, они тоже посмотрят, а кто это меня поздравляет, в личку мы пишем только друзьям, набрали немножко друзей, ребят, начинайте приглашать друзей друзей, не приглашайте незнакомых людей, человек должен увидеть, что у вас есть общий, хотя бы один друг, тогда он спам не нажмет, он вас не заблокирует, ну, если заблокирует, ну, редкостная сволочь просто, да, ну, бывают такие, но вероятность того, что вас заблокирует, резко снижается, дальше, размещайте рекламу в группах, где можно размещать рекламу, где нельзя, не размещайте, вот, и так далее, то есть вы смотрите, каждый метод, да, там, где-то лайки надо ставить, можно ставить много, в одноклассниках игра-модератор тоже приносит результат, но долго надо сидеть с ней, вот, то есть все приносит результат, если вы делаете достаточное количество действий, вот скажите мне честно, вот, кто уже прошел обучение, наладил, да, странички, есть достаточное количество, вот, кто каждый день, минимум два часа, два часа тратит на рекрутинг, напишите в чате, плюсики или минусы, потому что это наша работа, два часа нужно тратить на рекрутинг, иначе у вас ничего не получится, если вы два часа тратите, два-три часа, у вас пойдет поток, одна Ксюша, остальные, Оля, Оля вообще молодец, как ты это делаешь, я поражаюсь, да, ребята, тут Оля, кстати, пример человека, которого не все, да, вот, как бы хотелось, да, Оля очень слабое зрение, знаете, как она читает, как она, вот, пишет, у нее такая маленькая лупа, она вот ее двигает, куда нужно, да, и читает, передвигая эту лупу, увеличивая текст, и вы знаете, чтобы ей сделать эти 200-300 рассылок, реально двух часов мало, но она это делает, и у Оли есть регистрации, может быть, не так много, как она хочет, но они есть, она сидит каждый день по 3 часа, рекрутирует, слупает, попробуйте, да, попробуйте, завяжите себе глаза, ставьте там маленькую щелочку, и попробуйте, да, Оля просто, ну, это не просто супер, это герой в моих глазах, я все время восхищаюсь, при этом Оля собирает заказы на 450 баллов, Оля, как? Да, кто-то, полноценный человек, полностью, да, здоровый, говорит, я не смогу, а Оля говорит, а мне надо, а я хочу, мне это интересно, я от этого кайфую, да, Оль, молодец, я тобой горжусь, мы все тобой гордимся, и спасибо тебе за этот пример, вот этого героизма, просто мощного героизма, когда, несмотря ни на что, ты действуешь, и делаешь, как можешь, и сколько можешь, я знаю, что ты выкладываешься на 100%, ребят, поиск информации, вы знаете, меня зачастую поражают люди, которые уже, даже бывает, год с нами работают, два, и пишут в чате, а мы работаем там, с Туркменистаном, ребят, ну, все есть, информация есть везде, ну, вы сами зайдите, поищите ее, если вы год уже работаете, если вы менеджер 9%, как вы можете такой вопрос задавать в чат, вы должны знать, где это находите информация, это новичок может спросить, а работаем мы с Туркменистаном или нет, а вы должны знать, где международное спонсирование, где и так далее, то есть, в принципе, любые ответы есть на вопросы в Гугле, в Яндексе, в Ютубе, если вы хотите расширить, да, свою, ну, больше информации, спрашивайте, да, вот, например, я ввела хэштеги для Инстаграма, он мне выдает, я открываю первый попавшийся сайт, и здесь самые популярные из всех, можно их просто скопировать, чтобы не писать, и отправить, да, есть программки специальные, то есть, ну, это как пример, или, что такое хэштеги вообще, я не понимала, я думаю, дай-ка я спрошу, мне Инстаграм выдает кучу роликов, какие популярные, какие для лайков, там, какие-то, я посмотрела несколько роликов, ах, вот оно что, эти хэштеги, как их писать, зачем, и как писать эффективные, чтобы, да, на меня шли люди, сами, на мои хэштеги, то есть, все есть в Ютубе, в Гугле, в Яндексе, следующая ваша задача, наладить поток людей в команде, ребят, личный план, у вас два плана, 150 баллов научиться сделать, и научиться одного человека в день регистрировать, если вы это сделаете, как вы думаете, ну, не просто, регистрация, а ввести человека в команду, сопровождение, это все естественно, да, если вы просто будете писать, и бросать их, конечно, толку не будет, если вы будете думать, что какой-то бог, спонсор спустится, и ваших новичков воспитает, ну, это наивно, очень даже наивно, потому что, да, вы сами должны их воспитывать, общаться, учить их всему, но если вы элементарно, да, наладите поток регистрации, и научитесь людей сопровождать, доводить до результата, то вы посмотрите на эти цифры, кто читал уроки на салфетках, дважды два четыре, четверо пригласили по два, это уже восемь, эти восемь еще по два, это уже шестнадцать, эти шестнадцать по два, тридцать два, тридцать два, шестьдесят четыре человека, просуммируйте, сколько людей в команде, да, вообще просто, а так, а если все по три будут приглашать, то есть, учимся делать сами, и учим команду, учим, ребят, не отстаем от них, пока они не научатся регистрировать, ну и самый главный призыв, пригласите знакомых в дело, я вам уже рассказала, почему это круто, как это выгодно, у нас последний, вот, конец года, он ознаменован, да, мы под девизом, да, здравствует теплый рынок, начала Оля Мальцева, создала вот команду, Люба Бутяйкина, буквально, по-моему, за два каталога, они вышли на девять, потом на двенадцать процентов, мы взяли Аню Иванову, тоже теплый, только теплый рынок в команде, вы знаете, да, Аня прошла три шага, 12 процентов закрыли в прошлом каталоге, Наташа Гришина, только теплый рынок, да, вот с Натальей Ряшиной, они вместе, сразу, да, первый же каталог, сразу результат, результат, почти 12 процентов за три каталога работы, да, чуть-чуть не хватило до двенашки, опять же, были на то причины, немножечко спал рекрутинг, и поэтому, да, тормознулись, если бы не остановились, продолжили в этом же темпе, ну, я понимаю, до праздники, там, то-то-то, разные причины были, но теплый рынок, это фантастика, поэтому приглашайте знакомых, научитесь делать это легко, непринужденно, и профессионально, следующий шаг, изучайте маркетинг плана Рифмой, вы должны понимать, за что, какие бонусы вы получите, сколько, на каком этапе, чтобы у вас была мотивация, каждый день общайтесь со спонсорами, вы знаете, вот, ребят, я вам могу честно сказать, если бы не мой спонсор, если бы не его поддержка, вот, в первые месяцы работы, ничего бы не было, мы созванивались каждый день, и не один раз, я его просто очень много задавала вопросов, да, и все, я все спрашивала, все интересовалась, раньше не было ютуба, да, не было возможности, где-то быстро получить ответ на вопросы, я своего спонсора просто измучивала, бедненького, но зато потом, через несколько месяцев, когда я стала директором, все, отпала необходимость, и сейчас спонсор только получает бонус с моей команды, он не знает, чем я занимаюсь, как я строю свой бизнес, его это вообще не интересует, ему все равно, я самостоятельная личность, он меня воспитал, потратил на это 3 месяца своей жизни, да, но зато теперь он всю жизнь получает бонус, ребят, представляете, как это круто, общайтесь ежедневно со спонсорами, показывайте пример своим командам, что да, я звоню спонсору, у меня по плану созвон со спонсором, а как иначе, как это не поговорить со спонсором, следующий шаг, быстрее возьмите микрофон, чем быстрее вы начнете говорить, проводить собеседование, водники, планерки, выступать на мероприятиях на наших, да, там, пройдете обучение в ГУРе, да, чем быстрее вы станете спикером, тем быстрее вы вырастите, просто вот рост, когда начинаешь говорить на камеру, особенно перед аудиторией, личностный рост происходит в таких масштабах, я вот в любой, вот кто сейчас, да, есть в комнате, ребят, вспомните, когда вы начинали, и какие вы стали сейчас, вот подтвердите мои слова, что те люди, которые выходят на сцену, начинают говорить, они начинают расти быстро, у них заработок, у них легко коммуницируют с любыми, да, люди на виду становятся публичными, известными, да, уже в чате, это не просто Кристина Гордеева, это же Кристина, она же у нас спикер, да, сцена творит чудеса, поэтому торопитесь выбежать на сцену, потому что деньги лежат именно там, ну, в общем-то, это и всё, живите полной жизнью, потому что здесь это возможно, ребят, скажите, пожалуйста, я вам ответила на вопрос, как за полгода стать директором, кто уйдёт сегодня отсюда, уже с коллажом представлений, что нужно делать, что эти действия абсолютно простые, абсолютно простые, я вам вот приведу пример, вот, скажите мне, сколько книг вы прочитали вот, в этом году? Сколько книг вы прочитали в этом году? Сегодня девятое число. Напишите, сколько книг вы прочитали в этом году? Три, две, остальные? Я две прочитала. А кто еще сколько прочитал? Честно, не прочитали, поставьте минус. Начали читать, напишите, сколько страниц прочитали. Давайте по-честному. Аудиокниги тоже считаются. Посчитай, за 9 дней года сколько прочитал. Я вам просто пример хочу привести. Смотрите, если вы будете выделять 30 минут в день на чтение. Ребят, можно 30 минут в день выделять на чтение? Возьмите калькулятор, посчитайте. За 30 минут вы прочитываете примерно 50 страниц. Если в книге 200 страниц, то вы ее прочитаете за 4 дня при подходе, то 30 минут только выделяете на чтение. 4 дня одна книга у вас прочитана. Еще 4 дня, если книга 200 страниц, то еще одна. Если в книге 300 страниц, значит у вас уйдет на нее 6 дней. То есть вы знаете, что все можно просчитать в этой жизни. Иногда люди говорят, ой, я никогда это не освою. Нельзя съесть слона целиком. Но его можно съесть по кусочкам. Есть такое выражение. Так вот, делите задачи крупные на кусочки. Нельзя зарегистрировать за один день 100 человек. Но за 100 дней 100 человек зарегистрировать можно. По одному в день. За день 100 нереально. Но одного в день реальный. Тогда через 100 дней у вас команда пополнится на 100 человек только от вас. А так как из этих 100 у вас появится человек 5 ключевых, и они начнут рекрутировать. И тоже поставят перед собой такие же задачи, и вы их научите, да, их выполнять. То у вас уже будет команда в следующем месяце пополняться не на 100 человек, а на 500. 100 ваших, да, и от них. А, на 600 даже. Представьте, каким мощным ростом будет по 30 человек в месяц. Да, по одному в день. То есть всё можно просчитать. То есть ваш мозг, вы должны хитро обходить его, да, самые его хитроумные отказы, да, вот возражения. Он говорит, нет, нереально собрать заказ на 150 баллов. За один день нереально. Но если вы каждый день будете одному человеку показывать каталог, за 21 день посмотрит 21 человек. Если, учитывая статистику, что из 10 знакомых 5 делают заказ, из 21 у вас 10-11 закажут, закажут примерно на 500 рублей, посчитайте это, на 5000 заказ. Вот у нас 152 баллов. В день один каталог надо дать посмотреть. Всё можно просчитать, ребят. Действия. Например, мне нужно сделать там 5000 рассылок в день, подписок. Ого, как много! А если мы ставим будильник, и мы утром делаем 1000 подписок быстренько, да, за 30 минут, ещё потом через 2 часа, ещё через 2 часа. То есть мы кусочками быстренько ты-ты-ты-ты-ты-ты накидываем. Получается, что 5000 подписок в течение дня это играючи делается. Да, вот аудиокнига классная. Дэйл Карнеги, я считаю, Карнеги его все должны прочитать, прослушать. И не один раз я поняла, что я... Ну, как бы мне повезло, я интуитивно следую рекомендациям этой книги. Просто повезло, что я такой человек, да, родители, окружение меня как бы направили в этом направлении. Ну, я столько для себя фиши взяла. Просто некоторые вещи, я понимаю, почему я с человеком не могу договориться. Да, я увидела столько подсказок. Ребят, послушайте, прочитайте. Эта книга просто великая, недаром она бестселли. Да, её читают во всех странах мира. Итак, ребят, если я вам на вопросы ответила, скажите, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне? Если есть, пишите в чате. Если вопросов нет, то пойдёмте быстрее становиться директорами. Золотыми, сапфировыми, бриллиантовыми. Да, у каждого есть свой план, своё видение. И помните, что за день, конечно, директором не станешь. А за полгода. Реально, абсолютно. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо. Успехов всем. Живите на полную катушку. Используйте каждую секунду своей жизни. Во благо себе, близким. Меняйте мир к лучшему. Спасибо за внимание. Пока-пока.